Кстати, Севскана, пиздишь ты, блядь, вот только ты, потом... Классные бабки, супер, по 5 миллионов люди заработают, разобьют себе лица, не лица, сломают руки, не руки, по... Блядь, я хочу, чтобы просто они друг друга нахуячили так. За последнюю неделю Севскан спровоцировал очень многих. Сначала на пресс-конференции в него полетел микрофон, потом он встретился с Литвиным в лифте, но на бой его вызвал Райзен, и он согласился. Что думает об этом комьюнити? Кто бы хотел с ним выйти, подраться за эти бабки? И кто обижен на Райзена, в нашем новом ролике. На этой неделе анонсировали даже на прошлой бой Райзена и Севскана. Как же, господи, да, так. Кого ты будешь поддерживать в этом бою? И что вообще думаешь об этой ситуации? Честно, я никого не буду поддерживать в этом бою. Я не хочу, чтобы вообще какие-то бои состоялись. Я вообще против всей этой фигни. И вот все истории, которые сейчас начались, понял, вот после этого боя сейчас еще Мишель, Твинс, Севскан что-то пытался двинуть. Это все фу, вот реально, прям фу, конкретно. И, к сожалению, я прочитал пост Димы Егорова о том, что там вот Сибыч типа пытается сам активно разгонять все вот такие истории. А я сейчас рассказал про Сибыча, что еще? Про вот все, что вот он пытается разгонять, для чего-то вот, ну вот, мне очень не понравилось, что это членом трясти, типа. Ну, блин, ну да, если тебе не нравится человек, типа, даже если мне симпатичный человек, зачем так говорить, я не понимаю. Конечно, это провокация, я понимаю, все это знают. Но в любом случае, нафига. Короче, я против всякого этого боя, никого не буду поддерживать. Я вообще против того, чтобы он состоялся. И честно вам признаюсь, как и бой Олега Майами и Тегива, я вот этот бой тоже не буду смотреть, ни обзор не посмотрю, потому что я абсолютно настрать. Я вообще не хочется его смотреть. Ты как вообще относишься к нынешнему поведению Сибыча? Нет ли такого ощущения, что он начинает переходить границы? Вот в твоем речи. Блин, да нет, он границы не переходят. Это абсолютно точно. Андрей Севскан, как бы вы ни думали, что он какой-то глупый, неглупый, типа вы там все начинаете, все комьюнити начинает жестко реагировать, но помимо Амхаловского, естественно. Жестко на него реагировать. На деле он очень умный человек, который четко знает, что он не перейдет грань в нужный момент. Четко знает, что если захотят его потянуть за слова, то это не получится сделать, потому что он скажет, а за что? Вот, вот, вот. Давай общаться, давай общаться. Это бесполезно, никак это не будет сделать. Поэтому грань он пока не переходит. Если он не переходит грань, то почему в его стороне начинает рукоприкладство происходить? Это уже вопрос к тем людям, которые рукоприкладствуют, понимаешь? Я вообще, типа, не уважаю эти моменты, когда начинают рукоприкладство. Ну, зачем вы рассадите микрофон, зачем кого-то в лифте там подлавливать, за что главное? Вопрос, что он такого сказал? Вот я тебе сейчас буду стоять, говорю, блин, ты айфон как членом трясешь. Ну, только не вей, бля, в ебало. Ну, что, типа, за... Ну, у каждого свои же личные рамки. Для кого-то это оскорбление. Ну, вот. Да какое-то оскорбление. В чем оскорбление, реально? Ну, типа, если чутко разбирать каждую фразу, не тряси, как... Не хочу даже повторять особо. Ну, не тряси. Что? Что там такого? Ну, в общем, твоя позиция ясна. Ты рукоприкладство не одобряешь, бои тоже. И с Сипскана сейчас, в принципе, идет себе норм. Сейчас где-то из моей... Должен ставить момент из фильма «Джентльмены», где тренер в кафе стоит и говорит, типа, что это за детский сад? Типа, взрослые люди мерятся серым веществом. Ну, при всем уважении. А вот это вот, типа, давай на бой. Но, при всем при этом, классные бабки, супер, по 5 миллионов люди заработают. Разобьют себе лица, не лица, сломают руки, не руки, по 5 миллионов заработают. Зато ты потом будешь в гипсах, не в гипсах, с кингалами, и у тебя 5 миллионов. Как бы сказал Райзен на бэк-аккаунте. Это и скайп, он все. Пускай зарабатывают. Если хотят, пускай зарабатывают. Мне насрать. Вот честно. Подход такой. Но прежде стоит напомнить, что спонсором этого канала являются наши друзья из Бэтбум. Это лучшая букмекерская компания на территории России. У ребят проходит куча акций и розыгрышей. Одной из которых является РПЛ 2-0. В ходе которой, если вы ставите на матч российской паберлиги и команда ведет с разностью в два мяча, ставка автоматически считается выигрышной. Проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и выигрывайте вместе с Бэтбум. Бэтбум, открой игру. Ты не первый, но все же вызвал Сускана на бой. Почему? Чем он тебе не нравится? Вообще-то я первый был. Андер Райзен. Сука, Райзен, это мой бой. Он забрал у меня. Это очень обидно, потому что Райзен запрыгнул в мой вагон и мой вагон уехал без меня. Это вообще не классно получилось. Вызвал я, на самом деле, не я его, а он где-то на интервью в МФЛ сказал, что может выйти со мной на бой. А я поддержал, сделал это официально, говорю, конечно, давай. Ну, потому что он же дис на дис, а иногда, когда много говоришь, получается, иногда даешь пизды. А я подумал, прикольно, можно подраться. Ты это делаешь, потому что это такая медиа составляющая или он тебе чем-то не нравится? Как ты вообще относишься к нему как к человеку? Я не знаю, кто это. Я как говорил, что для меня это неизвестный абсолютно персонаж. Я просто видел, как он делал обзор и говорил, что вот, ноунеймы там неизвестны, а он для меня. Я честно, я клянусь, я вообще не знаю, кто это. У нас полкоманды не знает, кто это. И я такой, блядь, ну, если ты нас называешь ноунеймом и говоришь про бой, ну, let's go, давай, чувак. Ну, короче, никакой к нему неприязни, честно говоря, нету. Вот неприятный Маврин, вот, Самкала, беленький. Который сейчас в Титане? Да, вот, а, он же играл, да. Вот он неприятный, вот он мне никогда не нравился, допустим, потому что мы играли в Турции с Самкалом, когда он прям такой, он все вызывает, он всех, блядь, раздражитель. Вот, ну, неприятный человек. Я вот люблю добрых людей. Не думаешь, Маврина тоже на бой вызвать тогда? Не, блядь, типа, я метр девяносто скажешь, ты чё, ебанулся, кого-то на бой вызвал. Нет, нет. Ну, то есть, Типскана, это вот элемент шоу такой ты делаешь, получается. Да, не элемент шоу, он сказал, а я же пацан, типа, с Ростова, я не мог... За слова. Да, я не мог пропустить это мимо, говорю, ну, как ты меня вызываешь на бой, как ты там где-то это сказал, давай это официально сделаем приглашение на бой, и если вдруг нам дадут классные гонорары, let's go. Как думаешь, получится сейчас? Чё? Бой организовать. С кем? С Симсканой? Да всё, я так понял, у них с Райзеном бой. Ну, как ты, в принципе, отнёсся к тому, что Райзен украл твой бой? Я Райзен, сука ты, позвони мне и сделай рекламку в Телеграме, потому что вот так вот делать нехорошо. Лятый крыса какая-то получается, ну, реально, объективно, потому что Райзен, ну, хоть бы подошёл, сказал, спросил там, брат, можно твой бой заберу? Симскана тоже. Если вдруг бой будет, соберётся, позвоните хотя бы на тройничок там, замутим на троих там бой какой-нибудь. Как ты отнёшься к той ситуации, что Литвин подрался с Симсканой в Ницке? Ты этого не знал? Нет, реально? Литвин подрался? Нет, они просто в отеле подрались. А, по-настоящему? Ну, кто выиграл, блядь? Видимо, Литвин, потому что... Конечно, Литвин, ну, слушай, как я отношусь? Я вообще честно против рукоприкладства, я на самом деле достаточно добрый чел, я не люблю, когда наносят бред здоровью, потому что я хочу, чтобы все жили долго и счастливо. Только самозащита, только оборона, только защита своей чести и достоинства, если не получилось виснить словами. Вот только в таком случае. А, есть бойцы, которым нравится, они пускай дерутся. Но если вдруг вот шоу должно состояться, какой-то бой, это тоже прикольно, потому что главное, что без травмы. Как относишься к вкидам Севскана на тебя и на Стармикс? Бля, ну Севскана вот так вкидывает. Мне все говорили, я был на студии Blackstar, там недавно скриптник, там играл, Кирюха с шипом где-то, что-то с эти, фиферы какой-то. И он тоже их там поливал, там вы, блядь, подстилки там, шиповские, еще что-то говорил. Он со всеми так делает. Как можно относиться к словам, которые ни хуя за собой несут? Кстати, Севскана, пиздишь ты, блядь, вот только ты, потому что я только смотрю, он всегда, я по фактам раскладываю, блядь, а смотришь фактов ноль, блядь, просто он смотрит трансляцию, блядь, и, ну ты понимаешь, что чувак поливает просто, чтобы его смотрели. Ну все, там ноль, блядь, какой-то вообще конкретный, поэтому его никто не любит. Севскан, ты, блядь, пиздец, не хочу тебя обзывать, потому что, не надо. Как отнешься к ситуации между Севсканом и Литвином? Блин, ну, наверное, за Мишу больше, потому что я понимаю, как Севскан может вывести из себя, ну и типа, и зная, какой, ну, какой я, какой Миша у нас, в принципе, ну, общение было, да, близко, и как бы мы примерно одинакового понимания, я думаю. Ты, в принципе, одобряешь пособой. Ну, я думаю, ну нет, я же не знаю, как там было, но я понимаю, как можно Севскана вывести и, скорее всего, я бы сделал так. Как бы у Севскана переходит границу? Конечно. блин, ну, знаешь, как бы говорят, чтобы мы вели себя не как поп-ум-ум-а, да, но поп-ум-ум-а потом дерутся после таких слов, а здесь, ну, почему, там, там мужики и здесь мужики, и как бы, я считаю, некоторые моменты, да, вот, например, на конференции, микрофон, когда кинул, Женя, это Евгений, он, правильно он сделал, ну, он ему говорит прямо, ну, типа, ты хуй им водишь по бубам, по сути, ну, и что ему сидеть, слушать? Смотри, будет бой райзена, и Севска нокаута будешь поддерживать в этом бою. Я хочу, чтобы просто они друг друга нахуячили так, чтобы не проснулись, блядь. Ты бы сам против кого без них выскочил, Конечно, скайпом, даже без миллионов. Бесплатно против кого? Нет, Вот в первую очередь? Бесплатно неинтересно. Бесплатно неинтересно. Бесплатно за гонорар против кого? 999 тысяч, 999 тысяч рублей. Кто для тебя принципиальный и почему? Ну, Ryzen тут не понял момент, когда у нас игра была какая-то, я не помню, с козлами вроде бы. Я им руку протянул, он у меня вот так посмотрел и не дал руку. Ну, некрасиво. Я же, я же ее протянул. А Севскана? Ну, Севскана уже, знаешь, уже как бы у меня недавно ничего не было, и мы тогда порешали. Сейчас злости никакой нету. Ну, что-нибудь обидка на райзена затаилась? Не, у меня не затаилась, просто, ну, вот он так сделал. Но выбирать их вышел бы на бой с райзеном. Да нет, Севскана бы вышел с райзеном и с любым вообще. Просто бабки. Да, с любым измени футбол бы выскачил. Бой райзена и Севскана кого будешь поддерживать? Блядь, даже не включу, не буду смотреть на этого канале. Тебе неинтересно? Ну, там, в ваших телегах потом посмотрю итог. А сам бы хотел против Севскана выскочить на бой? Почему нет? Тебе не интересует эта тема? Меня вообще не интересует никак, не волнует вообще. А как вообще одобряешься, что вот такой пум-пума появляется в лиге, так скажем? Ну, почему нет? Если они хотят выяснять таким образом отношения, зарабатывают деньги и все будет там в пределах правил с судьей вообще без проблем. Я не одобряю, когда это происходит ну, так, с подтяжка или на футбольном поле, как бы, вот это мне нравится. Ну, ты сам, в моменте вот Олега, допустим, бил, я извинялся после этого. Ему после этого подходил, но там был такой момент, что я и предупредил. Я ему сказал, что продолжи хуйсосить мою команду, я тебе втащу. Ну, плечо втащить, как бы, это не там в крысу ударить в лицо. Смотри, вот в Сибскане как раз вкроется уже очередь на бой. Как ты думаешь, переходит ли он границы? Переходит, конечно. Переходит границы и... но это его стиль, как бы, бог на судья. Как, в принципе, в команде у вас на такие, вот, допустим, родины будет играть сам Халом, бросом могут отнестись? Кто-то микрофон кидает, кто-то с ним выясняет отношения в отеле. Ну, мы уже много раз играли сам Халом, а в принципе, контролируем по максимуму себя, пытаемся, но у нас есть, например, Хантер, который жесткий тип и может, например, ну, может не ждануть, если ему что-то не понравится. Выставил бы Хантера против Сипска? Это, блядь, вообще без шансов. Мы хотим Хантера выставить, ну, против какого-нибудь бойца, у которого нулевой рекорд, например, он тоже хочет, ну, попробовать свои силы. Или, допустим, там, ну, вот я предлагал против Упола, ну, чтобы это была одна весовая категория. Против Сипска, ну, чего он, там, не блядь, разъебет аббасы в конце.